Рахман мне очень стихулирует в этом отношении эмоционально и свои примеры. А вот Хаджи Бурат, он художник, очень-очень интересный, разнообразный, при этом аналитический тоже. Он аналитик, он всегда в равновесии. И вот когда Рахман пришел, задумчиво сказал, что Рахман меня поругал, а что у тебя левое ухо пустое, что там так болтается. Ахаджи Бурат, он мне сказал, да не обращайте внимания, ты несу, как ты считаешь, что нужно. И все у тебя получится. Вот через такое дружеское площадь, я со всей стороны очень быстро дело развивалось. А может, я помог экспозицию человечества, и до того, что старенький человек, и дело у меня нет, но это прошло больше времени. Ну, Фасай, стоит позволить, тогда расскажу еще одну минуту, так что, значит, для людей, если я занимаюсь галерейной делами, я сам представляю художник, то есть галерея для урециденции, для нас, конечно, для тех, кто не стал Фасая, со стороны как-то, с изобразительной стороны. Но вот эта выставка, вы знаете, просто еще раз меня удивляет, но с одной стороны удивляет, с другой стороны не удивляет. Почему? Потому что говорят, писать надо только тогда, когда ты не можешь не писать. Имеется в виду, будь то проза, будь то поэзия, будь то живопись. Ну, вот здесь вот как раз видно, что Фасай не то что есть что сказать, не то что ему не пишется, ему даже очень пишется, и очень много пишется. И вот это его потенциал, творческий потенциал, он буквально выбирает, и притом он растет. И единственное, у меня вот так, скажи, я бы задумался, а если я задумаю сделать еще одну выставку Фасая, мне придется через несколько лет, очень трудно добираться до этой личности. Я в этом даже не сомневаюсь. Я очень рад, что ты населешься. Дорогой Фасай, я тебя поздравляю с древенением и успехом. У хорошего человека не могут быть плохие работы, в этом я убежден. В наше время, когда, в общем-то, искусство уничтожается, и культура уничтожается так же, как и все остальные институты государства, вот такие отдельные выставки, это, в общем-то, бриллианты. Как бы мы ни ругали прошедшее после переворота, вернее, время до переворота десятилетней давности, все были заинтересованы. Это с одной стороны. С другой стороны, то, чем руководствуется, касаясь в своем штабе, творчестве, но... Нет, нет, еще, конечно, Рудков сказал, что никто не закрабляет в своей практике, конечно, пользуюсь им, в общем-то, условно, это очень здорово. И вот, я не знаю, присутствует ли какие-нибудь... Игорь Михайлович, имею в виду метод саморегуляции ключ. Да, да. Я не знаю, присутствует ли здесь кто-нибудь издачное, такое паркетное выражение, вот. А надо было бы, чтобы действительно могли внимать, потому что это... Правоохранение присутствует в лице главного специалиста по психоперекции. Ну, это прекрасно. Да, вот рядом Александр Иванович, председатель ассоциации врачей. Ну, вот так, да, вот... Это я проговорил, это действительно очень важно. Потому что развивать и так далее, и так далее. И Хасан Мегамедович помню, что мы еще не были знакомы, а я заочи, вместе с комитетом правоохранения, полностью поддержал метод. Благодаря этому вам официально существует? Не, он официально дальше развелся. Конечно, Хасан Мегамедович личность мне одинаковая. Оказывается, не только творчество художественного, как многие рассматривают сегодня творчество в рамках самовражения, это не совсем самовражение, это не только, конечно, его деятельность на ниве писательства, если я подпомню с его работами как писатель, это не только его метод психологической и психотерапевтической помощи, это яркая личность, и надо это улыбать, это личность, это человек, и чем, где-то, вот на хорошем смысле слова завидует, во-первых, в депрессию не попадет, как говорят сегодня многие психиатры, депрессия наступает по всему миру, и людей, это не совсем правда, это не совсем правда, будем прямо говорить, каждая дьявола тянет на себя, не наступает в том мире с тем депрессией,ờiml тянет на себя, тянет на себя, что депрессия наступает, Но в данном случае мы имеем дело с явлением, мы имеем дело с человеком, которое явление, которое не попадет в состояние депрессии. Обильный круг друзей в разных плоскостях, обильные возможности личностного характера, и не только самовыражения, но и как личности. Это внутренне богатая личность. Я за вас настолько рад, что я просто не мог не приехать. Представитель чьи или не чьи, какая разница. И население нужно. Его методы работают в разных регионах. Его методы работают на Северном Кавказе. Его методы работают в регионах, где были взрывы в экстремальных ситуациях. Его методы работают, насколько я знаю по своим каналам, по специалистам, в Краин Запалякске. Его методы работают в Сибири. Но это и есть то, что если мы в какие регионы попадем, я сегодня был на проверке одной коммерческой организации, которая работает в Новосибирске. Я у них спрашиваю, я говорю, а вы знаете метод Алиева? Он говорит, да, там мне вице-губернатор, вице-губернатор Новосибирского, как там, район ЛОП, знает метод Ключ Алиева. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вы даже, может, и не знаете, что знают. Знают, значит, метод живет, значит, он уже население, значит, есть механизмы. Это говорит о том, что Хатсан Гаммедович на правильном жизненном пути. Будем так, на правильном жизненном пути. Это говорит о том, что наша земля настолько богата, что мы имеем таких людей. Мы просто должны вместе нравиться. Спасибо. Спасибо. Вот с такой поддержкой, зная нашим, как говорят. Верю Павлович, недавно, извиняюсь, выпустили брошюру, рекомендацию для санкзажда против террора с управлением ФСБ по Москве и Московской области против терроризма. Это должен знать каждый. Вот они выпустили, это очень важно. Мы многое решили чего-то другого. Там есть наш начальство уже. В том свете. Да. Так вот, а я об этом прошу и точно скажу. Я просто хочу сказать, что вот по этим работам очень видно, какой человек. То есть они действительно очень показывают, вот как бы, они очень открытые. То есть бывает, когда творчество несколько вуалирует своего создателя, человек одевает некую маску, играет роль. Это тоже почетно, это все замечательно. Здесь наоборот, здесь душа на разборке. Здесь совершенно четко, ясно видно вот эту доброта, яркость, обилие света. Это очень сквозно все касаемо. А познакомились с касаемо мы тогда, когда работали, вот такую сделали брошюрку к памятнику. Аж два года назад, по-моему, в январе 99-го года. Терроризм это должен знать каждый. Там, ну, какие-то элементарные ликбе с людям, что можно делать, чего нельзя. И там есть раздел. Вот ты уже попал в ужасную ситуацию, с тобой уже случилось мне счастье. Как восстановить свою внутреннюю психику, свое я. Как себя лечить психологически. И вот эти рекомендации сделал доктор Хасаев. Кстати сказать, вчера телевидение снимали, потому что вот этот сюжет какой-то прошу, и вспоминали тебя. Вот. Так что вот, я очень рад, что я попал на этот выступ, и я тебя поздравляю. Спасибо. Я вообще-то, я вообще-то, хоть так улыбаюсь, вроде как свободный, как говорил Виктор, на самом деле, вообще не свободный, а застенчивый. И поэтому я-то на самом деле думал вот такого типа слова. Я вам хочу сказать, конечно, про свою роль. У нас, конечно, многонациональная республика необыкновенно талантные, необыкновенные, потому как мы не понимаем, что значит ссориться друг с другом. Ну, бывает, по-ганому делу, вот как-то вот шутят, так сказать, ругаются, как и в семье ругаются, да? А так, чтобы рождавать, там, и так далее. У меня даже была мысль такая, так и стал сделать другую столовую переговору, где когда-то не исполнили, на какие проблемы, чтобы туда приезжали, и там, в этой атмосфере, так сказать, переговоры. В этой связи хочу напомнить, у нас же много таких вот интересных людей в Дагестане, на плечах которых, как говорится, мы дети развивались. Мы дети развивались, вот, например, папа Бадима Троссунг Абзатов, мы развивались рядом с такими людьми. Естественно, лучи этого света, о которых вы сейчас, Саша, говорили, что они светлые, я, естественно, воспитывался в этих лучах. Естественно, поэтому, если у меня получилось, сохранить себя и в этих лучах, поэтому я очень доволен, что вы так вот сказали. Я очень хотел быть действительно добрым, искренним, я искренне считаю достижением. И вообще, в последнее время, когда на все это защита от стресса, вот, провели какие-то занятия, вот, мы по проездным заданиям, там, с детьми работаем, или, вот, сейчас мы ездили с психологами управления по воспитательной работе Минобороны России, ездили на Северный флот, и вот, всех психологов военных готовили к предстоящему подъему в Курске, обучали их наукам с инфекуляцией и так далее. Конечно, мы сейчас в воспитательной работе начинаем проводить эти линии, что спасти человека, это, если Достоевский говорил, может, только красота, мы еще говорим, доброта, свет, открытость, локоть товарища, то есть, самые человеческие основы, они, оказывается, самые главные, самые нужные, и вот, наверное, это выставка тоже для того, чтобы еще раз, еще раз это подтвердить. Надо развивать человеки человеческое. Вот я о чем я говорю. Наш сотрудник Центра защиты от стресса. Я хотел бы что сказать, что самые мужественные врачи, самые умелые, придумав противоядие какое-то, лекарство, испытывают его на себе. И вот это мужество касается, испытать на себе вот то, что придумал, и результат совершенно замечательный. Видите, какой большой результат? Нет, он всегда беспокоится о том, безопасен ли место для всех людей, для всех людей. Потому что самая большая забота – это массовое внедрение никого-то там или нет, особенно дети, там еще кого-то, а чтобы все, каждый российский человек. И вот эта вот забота о том, чтобы это было эффективно, безопасно, правильно, вообще всю его работу, его образы. И вот я хотел бы, если можно, несколько строчек зачитать. Вот то, что мы сказали, я попросил к этой выставке некоторым измышления. Я что-то важное, особенное понял, и с этой ношей отправляюсь в путь. И я могу, могу, могу дополнить картину мира, пусть совсем чуть-чуть. Людей я вижу радостные лица, здесь радость среди равных я. А чистый холст, как новая страница в великой, мудрой книге бытия. Я вижу миры, образы и краски, мне все препятствия и стрессы ни почем. Я подхожу к дворею безопаски, открою дверь, ведь я иду за ключом. Но все, наверное, это не может быть полным, если оно не разделено. И, соответственно, вот это вот общение, здесь замечательные люди, я не могу сразу всех представить, потому что просто очень много хороших людей. Вот Антон, например, который помогает в кризисных ситуациях создать на компьютере нужный сюжет фотографии. Вот, допустим, в частном, в данном случае, вот, опишу на этих действиях. Например, ну как он все, за одну ночь, я говорю, Антон, ну вот так надо. Ну, я занятусь здесь и сделаю, молодец, хорошо. Вот, я очень благодарен. Как у него масса достоинств, я просто не хочу их перечислить. А когда победим, это будет что-то в Париж. Раника Оксана, которую я люблю. Говорится, чтобы были здоровы еще сто лет. Не Богу, честно. Мы все в одном причине. Мы все в одном причине. Мы все в одном причине. В одном причине. Вот, удивительные здесь люди. Не могу просто охватить, как говорится, вот в этом пространстве и сказать обо всех. Но всем безумно благодарен. Вот здесь есть вот Володя, художник, которого... Я говорю, что это в Киеве, да, вот такая, можно... Я говорю, что это пастелью делаю? Он говорит, да? А я уже был вылазил провиски, делал только пастелью. Он говорит, да возьми Ферри. Я теперь он сейчас берегу вам компанию Ферри, потому что Ферри спасла России, начинающую охручку. Я от этого не могу. Спасибо вам огромное, что нашли время в наше сложное, суетливое время. Мы нам все заняты, озабочены. Вот нашли время и пришли. Спасибо вам огромное. Великолопов, психолог, как говорится, один из выдающихся психологов у нас в Москве. Мы дружим. И некоторое время назад работали в президентской... Сейчас, две минуты, можно? Да, конечно. Великолепов, пастель, 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 пастель. На сайте в about 10 лет. А вот этот этот вид altreятся, и что на их коробочках повесили, где-то у меня есть, которые на этой комнате попалась. Чтобы не узнаете, а потом сейчас по су Wrest possum, в guaranteed ассоани Porter, под предметом для Wahrais, Звучит разгон. Он превратил мальной культуры, а потом ты не понiantes music, Конечно, конечно. Спасибо. 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 Бог – это творец, созидатель. Стало быть, Бог в человеке – это творчество, созидание. А по природе своей талант многолик. И поэтому цельная личность, она основывается на многоплавности. Вот раньше говорили – не разбрасывайся, занимайся только одним делом. Под лежачий камень – вода не течет, без труда не вывозь рыбку из пруда. И это правильно. Но для того, чтобы основное дело получалось хорошо и надежно, надо, чтобы было много разных других дел. Хобби для души, где ты черпаешь силы и вдохновение. Не получается в одном – получается в другом. Иначе получается, если ты занимаешься только одним делом, то там какая-нибудь неудача, то все воспринимается как тотальная трагедия. А здесь ты можешь переключиться. И как говорил русский физиолог Павлов, отдых – это просто другая деятельность. И так постепенно занимаясь параллельными деятельностями, ты все больше и больше черпаешь сил, здоровье и вдохновение. Потому что жить надо с радостью. А то у меня один знакомый говорит – жить надо с радостью, но это как? Это вот лежишь на пляже, жарко, пьешь пиво. Это так хорошо, когда жарко и пьешь холодное пиво. Человек больше лучше ничего не придумывал. Знакомишься с девушками, раздаешь визитки. Это так хорошо, но так же все время не бывает. А вот для того, чтобы человек жил долго и был счастливым, он должен быть созидателем. И вот первая книга, которую мы делаем сейчас из серии «Приближение к шедевру», эта книга называется «Свое лицо». Потому что современный культурный человек должен быть и целостным, и многоплановым. И не повторять с собой чьи-либо другие судьбы. Каждый из нас уникален. Эта методика ключ именно для того, чтобы лучше и вполне реализовать свои творческие и создательные возможности, чем бы вы ни занимались. Пишем. В наше сумасшедшее и очень сложное время центр защиты от стресса, ну просто очень важен и необходим. Потому что в жизни абсолютно каждого человека, даже очень сильного, будь то самый супер бизнесмен или президент, не говоря уже о массе нормального человека, возникает обязательно в жизни, рано или поздно, возникает такая вот мертвая точка, которая перекрывает человеку всю его дальнейшую жизнь. То есть назовем это стресс. И вот центр защиты, он предполагает давать человеку для выхода из этого стресса такие методики, которые он потом может использовать, изучив их, может использовать самостоятельно. И это очень ценно. Потому что вот, к примеру, если вы ищете какую-то защиту и выход у целителя, допустим, то целитель рано или поздно, и сначала он вам помогает, но потом рано или поздно целитель может заболеть, целитель может уехать. И вы на нем сидели какое-то энное количество времени, как на игле, и когда он исчезает, то человек попадает в еще более сложную ситуацию, которая может просто привести его к гибели. А получая методики центра и используя их для себя уже самостоятельно дома, человек может, использующий эти методики, он уже умеет не допускать какую-то необратимую и гибельную для себя ситуацию, он ее не подпускает близко к себе, он уже чувствует, допустим, приближение какой-то тяжелой ситуации, невозможности выйти из чего-то. И используя методику, он совершенно приводит себя в гармоничное состояние и тем самым сохраняет и свои силы, потому что без методики он даже своим волевым каким-то импульсом приходил бы к равновесию внутреннему своему очень долго, затратив на это массу сил и времени. И тем самым, особенно люди, у которых под начальством находится множество других людей, и их неудобную ситуацию ставил бы, и тем самым вот центр просто очень здорово поможет всем желающим людям. и кроме всего прочего, выводя просто из какой-то сложной ситуации, он поможет человеку, который находится и в хороших условиях, поможет найти в себе какие-то скрытые резервы, открыть в себе возможности, открыть в себе какие-то таланты и использовать. То есть он войдет совершенно в новую ступень. Может, человек никогда не рисовал, и вдруг он начнет рисовать картины, писать стихи, сочинять музыку. Вдруг увидит, что люди, которых он видел каждый день на протяжении многих лет, они совершенно и не замечал их, а эти люди оказываются, ну, совершенно другие. У него появится новый взгляд на уже ранее виденную жизнь. и новый взгляд на людей, которых человек знал всю жизнь. Представляете, как здорово. Ты знал соседа, никогда не обращал на него внимания. И вдруг, ну, ты женщина, ты просто влюбляешься в него, и у тебя возникает роман, и вообще возникает новая жизнь. Так же, как сосед, который никогда не видел определенным взглядом женщину по лестничной площадке, с которой он прожил на одной площадке, там 15 лет, и вдруг видит, что это совершенно обворожительная, умная, обаятельная женщина, и в нее влюбляется. Видишь по-другому своих друзей, своих сослуживцев. Видишь по-другому вот те же самые деревья. Ты выходил из подъезда и ничего не видел. И вдруг ты видишь, какие роскошные деревья, как они выросли, какие они зеленые, как прекрасно светит солнце, какая замечательная жизнь. А ты находился в каком-то замкнутом своем таком мире, и у тебя был, ну, так зашорены глаза. А вот методика центра тебе открывает, открывает твою душу на весь этот мир, в котором ты ведь для чего-то родился. И кроме всего прочего, что очень здорово, то, что этот центр научит людей, приходящих сюда, позитивно воспринимать негативные обстоятельства, которые появляются у него в жизни. Понимаете, потому что любой негатив перестает быть негативом, когда ты смотришь на него с позиции счастья. То есть центр научит тебя быть счастливым даже в несчастных обстоятельствах. А это так здорово, потому что нашей жизнью и нашей позитивной жизнью движет счастье. То есть счастье вот наполняет человека. И, понимаете, вот наполняет, наполняет, наполняет. А когда оно уже переполняет, и ты переполняешься счастьем, то ты это счастье отдаешь окружающим, которым его не хватает. И это вот, ну, это так ценно, когда ты можешь отдать то хорошее и счастливое, что в тебе есть, особенно когда оно лишнее, отдать его. Вот я помню замечательная песня, которая вот, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Замечательно. Вот и центр, вот я считаю, что центр защиты от стресса должен просто взять для тебя девизом вот слова этой песни. Они просто должны быть начертаны над воротами этого центра. И я желаю вам всем, чтобы вас привело в этот центр. Привело. Потому что вы раскрепоститесь. Вы решите свои проблемы. А главное, вы решите свои проблемы не потому, что вы сядете на какого-то человека, который будет вас лечить, учить и сядете на него, как наркоманы на иглу. Нет. А вы переймете от него методики и сами будете их использовать, подстраивая их под свою психофизическую систему. Потому что все люди ведь совершенно разные. И один и тот же метод совершенно вот точно никак не меняя нельзя применить на массе людей. Потому что ну вот одному человеку хорошо тепло, а другому хорошо в той же самой ситуации холодно. да. Одному человеку нужно пить много воды, а другого человека много воды это убьет. И вот что хорошо, что дает этот центр, то что он научит вас использовать любую методику исключительно для себя. И используя ее максимально. она вас этому научит. Она научит вас увидеть себя. Понимаете, потому что мы, почти все люди, я не знаю, может есть исключение, но почти все люди не видят себя правильно. А те методики, которые дает центр, позволят вам раскрыть себя самому себе. Это очень здорово, когда вас не кто-то, не дядя, не тетя откроет, да, не целитель, не врач, а откроет методика. То есть используя методику вы откроете сами себя, а тем самым вы сможете полноценно жить в этом мире, отдавая себя другим. Потому что, в принципе, я думаю, мы рождаемся для того, чтобы себя отдать. Не для того, чтобы взять, а для того, чтобы себя отдать. И тогда это будет не зря прожитая жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ ASSISTant АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Барни КОНЕЦ Специально говорит, что свадьба есть Снимайте мы А как? КОНЕЦ КЛАВНО Тут же так вот ходят, слушай Какой кинокин с тела